Библейский портал экзегет.ру представляет И не понятно, зачем эти данные вообще приведены. Но вот девятое, и следом за ней десятое. Это глава про то, как Давид стал царем, и как он отнесся к людям, скажем так, оставшимся после Саула, к людям, которые могли представлять для него угрозу, которые могли быть его соперниками, под их знамена могли собраться. Те, кто был недоволен Давидом и хотели восстановить царствование за домом Саула. Ну и как он себя ведет. Нормальная практика древнего восточного царя. Просто перебить их всех. И, к сожалению, в дальнейшей истории израильского иудейского царства это будет встречаться. Давид спросил, не осталось ли кого из рода Саула, чтобы мне оказать ему милость ради Йонатана? Напомню, Йонатан его старший сын Саула и близкий друг Давида. Человек, который, собственно говоря, помогал Давиду вопреки своим личным интересам. Хотя Давид должен был сменить Саула на престоле и Йонатан был сыном Саула и мог вполне хотеть сам занять этот престол. Но он увидел именно в Давиде человека, который этого достоин. И Йонатан погиб в бою в тот же день, что и Саул. И Давид в память о дружбе и во исполнении того завета, того договора, который они с Йонатаном заключили, ищет, кто остался. В доме Саула был раб по имени Цива. Его тогда позвали к Давиду, и тот спросил, вот или Цива? Он ответил, да, это я твой раб. Царь спросил, нет ли еще кого из рода Саула, чтобы мне оказать ему божескую милость? То есть вот некий управляющий, да, который там все наверняка знает. А понятно, что потомки Саула, если кто и остался, они все попрятались, потому что они ждут от Давида, в общем, лютой смерти для себя. Больше нечего им ждать. Цива ответил царю, есть еще хромой сын Йонатана. Царь спросил у него, где он? И Цива ответил царю, он в доме Махира сына Амиэля в Лодеваре. Ну, то есть где-то достаточно далеко, в провинцию куда-то скрылся. Царь послал за ним, забрал его из дома Махира сына Амиэля в Лодеваре. Когда Мефивошит, сын Йонатана и внук Саула, пришел к Давиду, то поклонился ему, упав на землю. Мефивошит, кстати, имя, которое, скорее всего, заменяет другое, более оригинальное Мефиваал, поскольку буквально Мефивошит означает «из уст стыда». Странное имя для человека. А из уст Ваала очень хорошо. То есть, если почитать Ваала, если быть язычником, это прекрасное имя, из уст Ваала. Но при переписывании, очевидно, вот имена, которые прославляют языческих богов, были заменены. То есть, Ваал заменяли часто на слово, слышишь, буквы начинающиеся, означающие «стыд, позор». Итак, когда Мефивошит, сын Йонатана, пришел к Давиду, то поклонился ему, упав на землю. Царь позвал Мефивошит, ответил «Я твой раб». Давид сказал «Ну не бойся, я действительно сотворю тебе милость ради отца твоего Йонатана. Я верну тебе поля деда твоего Саула, а сам ты будешь постоянно обедать за моим столом». Тот еще раз поклонился и сказал «Кто же такой я твой раб, чтобы ты милостиво взглянул на дохлого пса вроде меня?» Царь призвал сылу, слугу Саула, вывелел ему «Все, что принадлежало Саулу и его роду, передай сыну твоего господина. А ты обрабатывай для него землю и сам ты, и дети твои, и рабы твои, и доставляй урожай, чтобы сыну твоего господину было чем прокормиться. Сам Мефивошит, сын твоего господина, будет постоянно обедать за моим столом. А у Цива было 15 сыновей и 20 рабов». То есть интересно, что слово «раб» вовсе не означает вот некий такой вот бедный человек, одетый в какие-то тряпки, которого постоянно избивают и заставляют работать. Мефивошит имеет раба Цива, раб Цива имеет 20 рабов. То есть это некий его управляющий. Да, вот скажем, как во времена крепостного права были крестьяне, а был управляющий. Он тоже крепостной, но понятно, что он занимает высокое положение и живет достаточно хорошо в своей деревне. Цива ответил царю, «Все, что повелел господин мой царь своему рабу, исполнит раб твой». А Мефивошит обедал за царским столом, как один из сыновей царям. У Мефивошита был маленький сын по имени Миха, и все, кто принадлежал к дому Циву, стали рабами Мефивошита. Мефивошит жил в Иерусалиме, так как он постоянно обедал за царским столом, и был он хром на обе ноги. Кстати, он почему был хром, его уронили в младенчестве, когда после как раз гибели Саула, после воцарения Давида, бежали те, кто оставался из рода Саула, и няньку уронило младенца, и, очевидно, он сломал ноги, они как-то плохо срослись, или что-то еще случилось. Ну и зачем нам этот эпизод? Кто такой этот Мефивошит? Дальше он всплывет еще в этой истории, но мельком. А вот ровно для того, чтобы показать, что такое царь. Вот царь может отомстить, уничтожить, обезопасить себя от возможных конкурентов, перебив всех, кто только вокруг него. Ну, надо сказать, что это даже не только в древности делалось. Например, турецкие султаны, там же очень много было братьев и сестер, поскольку много жен было у текущего султана, и была абсолютно нормальная практика. Один из них становился султанов, остальных он убивал. Не потому что он с ними враждовал, а потому что, ну, чуть что, и любой из них заявит, нет, это я султан. Вот. А Давид себя ведет иначе. Вот, собственно, история, которая показывает на наиболее ярком примере. И дальше будет еще в 10 главе одна подобная. Но немножко про другое.